Ольга и Михаил Артюшенко шесть лет назад приобрели дом в городе Дядьково, но заселиться в него они не могут до сих пор. Проблема в том, что во все дома на их улице не проведено отопление. Решить вопрос с газификацией на местном уровне они уже отчаялись, поэтому решили обратиться в приемную президента. Часть улицы обеспечена газом соседних улиц, воздушным. Нам это не дали подключить воздушным, потому что тех улиц уже отбор газа слишком большой, не хватает давления в тюрьме. А по вопросу газификации улицы, что администрация Брянская, что Дядьковская, никаких ответов не дают. У них нет денег. Делают проекты по два года, денег никто им не выделяет. Выслушав обращение, глава Дядьковского района Павел Валяев и заместитель директора департамента строительства и архитектуры Брянской области Александр Мешков заверили, что смогут провести газ только в октябре следующего года. Но ни заместителя полномочного представителя президента, ни молодую пару не устроил такой ответ. Мурат Зязиков потребовал решить вопрос газификации оперативно. Здесь мы поставим, давайте, срок не октябрь, а поставим срок условно-толк. Не, не, июль нельзя. Июль неправильно будет. Март поставим. Самое позже. Другие рассмотренные в ходе личного приема обращения касались проблемы с обеспечением лекарственными средствами. Помощи в санаторно-курортном лечении, улучшении жилищных условий детей-сирот и ремонта кровли многоквартирного дома. Люди дошли до президента страны, то есть обратились к президенту страны, значит, есть какие-то вопросы, которые, ну, наверное, не получаются. Где-то что-то, какие-то документы куда-то не доходят, наверное. Поэтому все эти вопросы, они будут не просто на контроле, они решены, то есть и конкретные сроки исполнения. Всего в ходе приема было рассмотрено пять обращений. Последние четыре будут решены до конца года. А Детьховская семья уже весной сможет переехать в свой новый дом. Екатерина Зойдина, Владимир Сидоров. События. Брянск.